Привет! Меня зовут Галина. Спасибо, что вы на моем канале. И сегодня я вновь буду рассказывать о своей одежде, которую я покупаю с сайта Алиэкспресс. У меня уже появились несколько любимых магазинов, на счет которых я уверена, что качество будет отменным. И при этом размерная сетка соответствует представленной. Но тем не менее, я стараюсь просматривать и новинки, особенно новинки будущих сезонов. Одежду я стараюсь покупать на сезон вперед. То есть зимой я стараюсь покупать одежду на весну или это тогда, я не переживаю, что слишком долгая доставка. Я спокойно к этому отношусь и не волнуюсь. Я знаю, что в сезон я точно получу свою посылку и буду ходить в обдонках. Итак, начну я, наверное, с того, что расскажу о тех зимних вещах, которые я заказывала, которые ко мне подошли. И как раз вот такие вот брючки я заказала на зиму. На сайте они выглядели намного интереснее. Было указано, что это брюки для зимы, что они очень теплые. И зимой, в российские зимы, в них незаметно. Однако это не так. Несмотря на то, что внутри есть небольшой начес, он идет только с одной стороны. И кроме того, на сайте, где я заказывала эти брючки, обещаю, что здесь будет присутствовать левежий кух. К сожалению, его здесь нет. Я была очень удивлена, получив такие брюки, потому что отзывы были положительные. Еще одни легенсы, которые я также покупала на зиму, это вот такие вот легенсы. Они с полиуретановой кожей, такие экстатки. Честно скажу, качество просто супер. К сожалению, продавец таких брюк всего один на Алиэкспрессе. Я загружала фото, пыталась найти других продавцов. Продавец мне не понравился. Мало того, что он очень долго прилавлял товар. После того, как он все-таки отправил товар, я ждала их два месяца. Но, как я говорила, в принципе, я особо не переживала по этому поводу. Размерная сетка не соответствует полностью. Я заказывала свой родной Эску. В принципе, я уже поняла, что многие магазины размерную сетку адаптируют под россиян в том числе. Так вот, здесь размерная сетка ужасная. Наверное, на два размера меньше. Я, конечно, не влезла с трудом. Но, тем не менее, носить их нет возможности. При этом продавец, от которого я покупала эти рейтинсы, отказался возвращать. Он пытался отправить другой товар. Вот, попросил закрыть спор. Я закрыла. Да, к сожалению, это моя глупость уже. Я закрыла спор. Деньги мне не вернули. Он якобы достал товар, дал трек-номер. В итоге, через месяц по тому трек-номеру, что он дал, в Алади-Востоке, она, простите, в Магадане, получили мою посылку. Ну, так вот. Такое тоже бывает. Поэтому, если уж вас не устраивает товар, мой совет, лучше возвращайте деньги и покупайте либо по новой. Ждите свой размер, но на условия продавца, что вы вышли, даст вам трек-номер, на это не ведитесь. Как правило, это всего вам. Я заказала вторые брючки такие, с полиуретановыми вставками, но уже у другого продавца. Таких же я не смогла, но тем не менее, они очень понравились, как сидят, как смотрятся. Вот. Ну, буду ждать уже, скорее всего, весной. Кстати, они тоже утепленные. Здесь идет утепленная внутри. Фланелька, не фланелька, не могу сказать, не особо раздевается в тайне. Вот. Ну, что я хочу сказать. Модель классная, если подобрать по размеру, будет сидеть супер. Из зимнего я хочу еще показать, наверное, вот такой вот. Я заказывала мехам на Алиэкспрессе. Воротник. Поворотник 80 сантиметров. То есть, в принципе, на куртку, либо на какую-то накидку. Его вполне хватит, чтобы обновить свою вещь. Я покупала для куртки, но потом я дала куртку подруге. Так что, скорее всего, теперь буду использовать их на какое-нибудь пальто. Смотрится он достаточно хорошо, несмотря на то, что это искусственный мех. Он близок к тому, что можно не сомневаться, искусственный ли это или натуральный. Он мягкий, не лезет. Что мне понравилось, по всей площади воротника идут резиночки. То есть, вы можете приколоть на пуговки. И это будет съемный воротник на вашей верхней одежде. Кроме того, ну, уже из другого магазина я заказала вот такие вот нарукавнички. Но, к сожалению, у нее с цветовой гаммой я немножко не угадала. Воротник более темный. Здесь небольшой синий отлив. Если не присматриваться, в принципе, оно не видно. При искусственном освещении цвет практически одинаковый. А вот на свету он немножко играет. Но я не думаю, что это большая проблема. И также сделать съемные рукавички и воротники для зимней одежды, я думаю, это здорово. Это нужно обновить свой гардероб верхний. Так, ну, а теперь, наверное, приступим уже к той одежде, которую я заказала себе на весну. Вот такая вот юбка. На первый взгляд, обычная строгая длинная юбка. Но здесь есть вот такой вот разрез. Он идет от бедра. Внутри потайная юбка. Короткая. Она идет как мини-юбка. Смотрится просто волшебно. Я даже не ожидала, что настолько ярко может смотреться обычная длинная юбка. За счет полоски второй юбки стиль получается немного морской. Поэтому для летних прогулок эта юбка просто находка. Кроме того, я наконец-то решилась купить обычную коротку и женственную юбку. Я долго после рождения детей думала, стоит ли носить мини. Но, в принципе, я поняла, что дети это не помеха. Конечно, длину уже приходится корректировать. Но, тем не менее, вот такая вот короткая классическая юбка. Она отличного качества. Вот, кармашки все нормальные, что меня радует. Задья они достаточно большие. Ну, конечно, по длине такую юбку лучше всего носить либо с кедами, либо с балетками. Продолжая тему весна-лето, хочу показать вот такую вот рубашечку. Это самая обыкновенная рубашка. Она очень хорошо подходит к леггинсам. Но я брала эту рубашку как дополнение к вот таким вот широким поясам. Сейчас о ней подробно. Я давно заглядывалась на широкие пояса. Мне кажется, это очень интересный вариант украсить одежду. Вот просто широкий ремень. Здесь идет липучка. Она достаточно плотная, не расстегивается. Здесь впереди вставка из полиуретановой кожи на шнуровке. Качество тоже очень хорошее. Был небольшой запах, но тем не менее он быстро выветрился. И сейчас вещь абсолютно нормально пахнет. Никакого токсичного запаха. Ремней я накупила себе разного цвета. Примерно одинакового фасона. Он мне очень понравился. Хорошо смотрится и с платьями, и с брюками, и на тунику поверх одевать. Так что, конечно, качество этого пояса немножко подкачало. Я ждала, что он будет шире. Не было размеров, указанное на сайте. Но тем не менее, тоже, как в дополнение к летней одежде, будет в полном месте. Мне очень понравилось то, что здесь вышибка белая с красным. У меня много и черных, и красных вещей. Поэтому пользы для меня универсальны. Это платье, которое на мне, я тоже покупала на Алиэкспресс. Я его купила только по отзывам. Отзывы были превосходные, что хорошо подчеркивают фигуру. И, в принципе, да, цена очень низкая. Я заплатила за мной 400 рублей. То есть, я думала, что, ну, в принципе, даже если не понравится, оставлю либо отдам кому-то из подруг. Она настолько хорошо садится по фигуре, что я, наверное, закажу еще в другом цвете, в черном. Единственное, что мне не нравится, здесь рукава достаточно длинные. Это первый раз, когда длина рукава у меня полностью закрывает руку. И немножко так, потому что я уже привыкла подтягивать рукава. Но это уже лично мое. Мои тараканы. Что еще могу показать? Чем похвастаться? Да. Вот это вот платье. На вешалке оно смотрится очень скромно, даже может быть прозрачным. Фишка этого платья в том, что здесь вот такие вот замечательные крылья из кружева. Я это платье тоже покупала по отцинам. Посмотрела, как оно сидит на девушках. Единственное, что приходится немножко дорабатывать для худеньких девушек. Здесь топорщица немножко под грудью, под вышкой. Ну, небольшой ушив. В принципе, в ателье это не недорого и быстро. Само же платье, сам пошив. То, что оно раскрешенное книзу. По платьям настолько приковывает к себе взгляд, что без внимания вы не останетесь. Платье очень достойное. Спереди здесь вставка чашечки. То есть без галтера под него одевать не обязательно. Спина полностью открытая. Крылья закрывают лопатки. Показывалось это платье. Я показывала, еще никуда его не одевала. Правда, он не особо поверил в мое переуплощение в ангела. Ну, он у меня вообще не доверчивый. Поэтому платье классный. Очень вы не оказываете. Вот так. Еще одна моя покупка с Алиэкспресса. Это вот такая вот маечка. Причем, в первичном варианте она шла без стразиков. Вот, у меня стразики здесь. Когда я открыла пакет, я, в принципе, привыкла, что многое вкладываю пакет в пакет. Я обязательно вещь в отдельном пакете упаковываю. Но здесь чудо не произошло. Вещь оказалась только в почтовом пакете. И я немножко подрезала ножницами саму ткань. Ну, после того, как я аккуратненько все зашила, я прикрепила стразы. Вот такие вот по всему периметру маечки. И получилось даже более интересно. Еще одна моя покупка. Это вот такой вот асимметричный топ. Спереди здесь идет подкладка, чтобы не было видно для нее. А сзади идет уже полностью прозрачная спинка. Смотрится она очень интересно. Немножко оглеет живот, но я думаю, это небольшая проблема. Кто любит закрытый живот, может просто одеть либо юбку, либо шорты с завышенной талией. Тогда все скроется. Ну, вот, кажется, и все. К весне я готова. Следующие мои покупки уже будут относиться, скорее всего, лета-осень. Спасибо, что вы были на моем канале. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok